Семья. Место силы, источник любви, поддержка. Но кто поможет семье в решении ежедневных задач или в трудных жизненных ситуациях? О мерах государственной поддержки российских семей расскажем в цикле программ «Семье в помощь». С вами Инна Румянцева. Здравствуйте. И тема сегодняшнего выпуска «Материнский семейный капитал». Данная мера поддержки семей с детьми существует в России с 2007 года. Однако периодически в нее вносятся те или иные изменения с целью улучшения программы и упрощения ее реализации. Кто имеет право на материнский капитал? На что он может быть потрачен? Что нужно предпринять, чтобы направить средства на улучшение жилья или образование детей? И какие изменения коснулись данной меры поддержки российских семей в 2024 году? На эти и другие вопросы ответит наш эксперт, начальник управления установления социальных выплат отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области Ольга Кочет. Ольга Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, расскажите, какой закон отражает право на материнский семейный капитал? И главное, где в доступной форме можно прочитать и ознакомиться со всеми подробностями и нюансами реализации этого права? Материнский семейный капитал у нас предоставляется в соответствии с федеральным законом о 29 декабря 2006 года номер 256 ФЗ о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Распоряжением материнским капиталом регулируется приказом Министерства труда от 24 марта 2020 года номер 149Н и уже по всем остальным направлениям отдельными постановлениями правительствами. Более простой и доступной форме. Этому можно всю информацию прочитать на официальном сайте социального фонда в разделе гражданам материнский семейный капитал. Вот я на этом бы хотела тоже сделать акцент, потому что современные люди любят рыскать в интернете, искать какие-то важные нюансы, но не везде, не во всех источниках информация точная. То есть за точной информацией, правильной и грамотной, лучше обратиться на сайт социального фонда Российской Федерации. Да, там подробная информация вся изложена. Расскажите, пожалуйста, кто имеет право на материнский капитал? Какие семьи? Прежде всего материнский семейный капитал у нас имеют граждане Российской Федерации, женщины, родившие второго или последующего ребенка, начиная с 1 января 2007 года, или если это первый ребенок, начиная с 1 января 2020 года. С этого года у нас правила уточнены были, и теперь у нас, помимо того, что гражданство Российской Федерации требуется для матери, то у нас еще и гражданство ребенка требуется по рождению. То есть это в связи с изменением в законодательстве о гражданстве. И, соответственно, мать при рождении ребенка тоже уже должна быть гражданкой Российской Федерации. Это изменение 2024 года? Да, это новое изменение, поэтому нужно обращать внимание. То есть мать должна быть гражданкой Российской Федерации, и ребенок должен быть рожден на территории Российской Федерации, да? Да, и он, то есть по рождению гражданство у него должно быть, и у матери, соответственно, когда она рожает ребенка, уже тоже должен быть оформлено гражданство. Это важный момент. Да, это важно. А скажите, может ли быть, получить право на материнский капитал отец? И если да, то вообще при каких обстоятельствах? Да, отцам у нас тоже предоставляется право на материнский капитал в отдельных случаях. В первую очередь, когда у нас мужчина является единственным усыновителем второго или последующих детей с 1 января 2007 года, решение суда должно вступить в силу. Либо если это первый ребенок, то тоже единственный усыновитель, решение суда должно вступить в силу с 1 января 2020 года. И еще есть такая отдельная категория – это отцы, которые воспитывают детей после смерти матери, которая не успела получить гражданство и, соответственно, не успела оформить материнский капитал. Тоже для них это предоставляется право. И в таких случаях мы уже оформляем, то есть лично мужчина, отец должен обратиться к нам за оформлением сертификата. Всего у нас в Самарской области уже за все время действия программы выдано 315 тысяч сертификатов. Это вообще и мужчинам, и женщинам? Да, в целом мужчинам и женщинам. Ну, я так думаю, что мужчины-то редко, наверное, обращаются за таким правом. В основном, конечно, это матери. Да, матери. В некоторых случаях, то есть если смерть происходит или лишение родительских прав, то уже может перейти к отцу или к детям, если отец отсутствует. То есть и такие у нас есть сертификаты. Ну и усыновители отцы тоже имеют право на материнский капитал. Это очень важно знать и услышать. И если возникают вот такие какие-то сугубо индивидуальные обстоятельства, всегда можно уточнить, наверное, да? Да. В социальном фонде. Да, у нас работает горячая линия, поэтому можно обращаться. Всегда подскажем, поможем. И то же самое в клиентских службах. Вот в 2007 году, когда начиналась только еще реализация данной программы, по-моему, сумма материнского капитала составляла 250 тысяч рублей, если мне память не изменяет. Какова сейчас эта сумма? Сейчас сумма материнского капитала с 1 февраля этого года для семей, которые первый ребенок родился с 1 января 2020 года, составляет 630 тысяч рублей. Соответственно, такая же сумма полагается тем семьям, у которых дети родились, двое детей, получили они сертификаты до 2020 года. Если же второй ребенок родился после 1 января 2020 года, то сумма увеличивается у нас на 202 тысячи рублей. И если ранее не распорядилась, в общей сложности она составляет за первого и второго ребенка 833 тысячи. У нас индексация производится ежегодно. На рост потребительских цен определяется индекс постановлением правительства. И 1 февраля тот остаток, который на счету у обладателя сертификата, он будет проиндексирован. То есть если материнский капитал уже получен, то есть есть правообладатель, есть материнский капитал, но средства никуда еще не направлены, и эти средства тоже индексируются. Да, неважно, когда вы получили. Например, в 2007 году, как вы говорили, 250 тысяч сумма была, но никуда не направляли, не понадобился материнский капитал. Вы сейчас можете посмотреть в личном кабинете на портале госуслуг, что у вас уже там сумма 630 тысяч. Вот это да. Да. Если же вы распоряжались, ну частично, не полностью, всей суммой, то, соответственно, тот остаток, который у вас есть, он будет индексироваться на тот же коэффициент, который и для всех остальных. Очень важный нюанс, когда деньги растут все время. Да. Ну, известно, что средства материнского капитала можно использовать только на установленные законом, государством цели. Вот все-таки поподробнее расскажите нам сегодня, на что конкретно могут быть потрачены средства материнского капитала. Да, у нас несколько программ существует, на которые можно потратить средства материнского капитала. В первую очередь, это улучшение жилищных условий, образование ребенка или детей, накопительная пенсия, приобретение товаров и услуг на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, ежемесячная выплата в связи с рождением ребенка до 3 лет, и последнее, это остатки материнского капитала можно получить, если эта сумма составляет меньше 10 тысяч. Ну, спектр широкий, и о каждом, наверное, надо поговорить отдельно. Вот объясните, как предпочитают, во-первых, использовать средства материнского капитала наши с вами земляки, жители Самар, Самарской области? Да, в нашей области за все время программы у нас уже обратилось с заявлениями более 390 тысяч семей. И, конечно, самое популярное у жителей нашего региона, так же, как и в целом по стране, это улучшение жилищных условий. У нас уже более 200 тысяч заявлений было удовлетворено, и деньги были направлены на эти цели. То есть это больше половины? Да, совершенно верно. И сейчас у нас следующая популярность, но уже не с такими значительными цифрами, это на получение образования 34 тысячи семей тоже направили. Потом следующая популярная мера, это ежемесячная выплата из средств материнского капитала до 3 лет, тоже у нас 26 тысяч направили. Ну и незначительная, есть накопительная пенсия, и, соответственно, на социальную адаптацию, интеграцию детей-инвалидов. У нас таких 10 семей, которые используют материнский капитал. А накопительная пенсия имеется в виду для мамы? У нас, да, раньше было для мамы. А сейчас? Да, сейчас, с 2024 года, это новое изменение. Да, в законодательство у нас теперь все обладатели сертификата, и мужчины, и женщины, имеют право направить на накопительную пенсию. Или, или? Ну, то есть мама оформляла на себя, скажем, да, этот сертификат, значит, только... Чей обладатель... Чей сертификат, да, тот и направляет на свою пенсию, соответственно. Объясните нам, что нужно предпринять обладателю сертификата, чтобы направить средства материнского капитала на улучшение жилья? Улучшение жилищных условий у нас очень широкий выбор способов, как мы можем направить туда средства материнского капитала. Это и оплата договора купли-продажи, это и погашение жилищного кредита, первоначальный взнос на кредит, строительство, как индивидуальное жилищное строительство, так и долевое, участие в жилищных строительных кооперативах. То есть спектр очень большой. Самое главное, на что нужно обратить внимание, это, во-первых, то, что у нас жилое помещение, приобретается, и оно должно находиться на территории Российской Федерации. В Самарской области обязательно? В Российской Федерации. То есть неважно, в каком регионе, у нас реестр ведется объектов недвижимости по всей России, поэтому вся необходимая информация мы получаем. От заявителя только нужно обращение. Самый удобный способ – это портал госуслуг. То есть куда заявитель должен обратиться? И каким образом? Если мы говорим в общем, если это жилищный, например, кредит, то самый удобный способ здесь будет обращение в кредитную организацию, которая выдала этот кредит. Поскольку у нас с ними заключены соглашения с основными банками, с ведущими в нашем регионе, их 21, то всю необходимую информацию уже непосредственно собирает банк и направляет нам посредством электронного взаимодействия в наше структурное подразделение, которое уже рассматривает, принимает решения и направляет. По большому счету заявителю больше ни о чем волноваться не нужно. Как это удобно? Да. По остальным направлениям, ну и также и поэтому, если желает заявитель, он может обратиться через портал государственных услуг, клиентскую службу социального фонда, либо многофункциональный центр. По большому счету документы дополнительные предоставлять в исключительных случаях надо. Это у нас, когда займы с кооперативами, жилищно-строительные кооперативы. По остальным важно указать сведения, кадастровый номер приобретаемого в жилом помещении. Уже необходимую информацию мы тоже запрашиваемся. Спасибо. А вот что касается выплаты материнского капитала в денежном эквиваленте. Такое тоже существует. Во-первых, о каких суммах может идти речь? И куда за этим надо обратиться? У нас в денежном эквиваленте мы говорим о ежемесячной выплате в связи с рождением или воспитанием ребенка до трех лет. Эта сумма, можно обратиться в любое время после рождения ребенка, но до достижения возраста им трех лет. В нашем регионе эта сумма составляет 14 526 рублей, прожиточный минимум на ребенка. Для того, чтобы приобрести право на эту выплату, необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи был 27 026 рублей. При этом недвижимость и какие-то другие дополнительные требования, по транспорту и другого имущества не предъявляются. Обращаться можно в любое время, как я уже сказала. Если не двое детей до трех лет, можно на каждого ребенка оформить. И, соответственно, если обращаются в период до истечения 6 месяцев с даты рождения ребенка, то выплата назначится с месяца его рождения. Если уже позже, то, соответственно, с месяца обращения. И каких-то дополнительных документов предъявлять не надо. Мы немного коснулись с вами темы изменений, которые периодически вносятся в меру поддержки материнский семейный капитал. Но вот если говорить о правилах использования этих средств, вот начиная с 2007 года, как они менялись? Действительно, изменения периодически вносились в наш вышеуказанный закон. Самое первое изменение было и долгожданное в 2009 году, когда разрешили использовать средства материнского капитала до достижения ребенка в возрасте трех лет. Это направление погашения жилищных кредитов или займов. Далее, также изменялся неоднократный закон и вносились изменения, создавали более простые условия, расширялся спектр и виды направления материнского семейного капитала. Например, добавилась вот та же ежемесячная выплата до достижения ребенком трех лет, средства адаптации и интеграции детей и инвалидов. Это вот новшество было. Удобные более способы подачи тоже реализовали. Отменили нотариальные обязательства, когда семья должна была к нотариусу сходить, что оформят в течение шести месяцев жилое помещение на родителей и детей. Тоже это было отменено. Ну и самое такое изменение, яркое, грандиозное, это с 1 апреля 2020 года сертификат у нас выдается проактивно после регистрации рождения ребенка и оформления его с НИЛС. То есть обращаться не надо, как только к нам поступают эти сведения, все необходимые запросы мы делаем и оформляем сертификат, и он поступает в личный кабинет на портале госуслуг. Все максимально упрощено, все для удобства. Только пользуйтесь. И детей рожайте, главное. Конечно, это самое главное. Объясните, пожалуйста, как направить средства материнского капитала на платные образовательные услуги? И на какие вообще услуги можно потратить деньги? На оплату образовательных услуг у нас можно направить средства материнского капитала по общему правилу после достижения 3 лет ребенка. Это оплата образовательных услуг в образовательных учреждениях, и также могут быть индивидуальные предприниматели. Это проживание в общежитии на время обучения. И есть одно направление, которое можно использовать до достижения 3 лет. Это, конечно, оплата присмотра ухода в детском саду. Здесь на что главное обратить внимание, что у образовательной организации или у индивидуального предпринимателя должна быть лицензия на оказание образовательных услуг. А какие документы необходимо предоставить? Документы в первую очередь у нас подается в заявление, собственно, документ, подтверждающий личность, или если это представители, то, соответственно, документы, подтверждающие полномочия представителя. Куда? Обращаться, опять же, самый удобный способ, это портал государственных услуг. И здесь надо сказать, что предоставление документов дополнительных, то есть в зависимости от направления, которое выберет заявитель, в основном мы сами запрашиваем эти документы, сведения в образовательных организациях. То есть если это мы говорим об оплате образовательных услуг, там необходимо сведения из договора об оказании этих услуг. Если это детский сад, то, соответственно, сведения из договора об присмотре и уходе. Единственное, что мы не можем запросить, это проживание в общежитии, когда там нужен договор найма, и, соответственно, справка о фактическом проживании. У нас организовано электронное взаимодействие со всеми вузами в целом по стране, не только в нашем регионе. Не все еще регионы заключились с соглашением. Конечно, у нас Москва и Московская область страдают этим, но в нашем регионе полностью со всеми учебными заведениями заключены соглашения, и всю необходимую информацию мы получаем от них. От заявителя требуется только подать обращение через портал госуслуг, и далее уже все необходимые информации запросим. А лично человек может принести заявление? Да, если удобнее лично, конечно, также в клиентскую службу социального фонда, либо в многофункциональный центр. То есть кому как удобно, пожалуйста, выбирайте. Да, любой выбор. А что еще в сфере обучения можно оплатить материнским капиталом? Ну, здесь, да, нужно обратить внимание, что у нас общие образовательные услуги, но могут быть дополнительные образования. Это различные кружки, художественная школа, гимнастические, даже бассейн можно оплатить. Поэтому самое главное, это чтобы был договор, заключен с обладателем сертификата. У нас бывает, что если уже совершеннолетние дети, они, с ними заключается договор, и лицензия на образовательную деятельность. И, конечно, если это какие-то досуговые мероприятия, то, конечно, средства материнского капитала это, к сожалению, не оплатишь. Вот если говорить о разных услугах образовательных, дополнительных, их может быть несколько? Или только одна выбирается? Да, ну, мы понимаем, что сумма материнского капитала, она гораздо больше, ну, в ряде случаев, чем образовательные услуги. Поэтому здесь можно выбирать разные способы. На одного ребенка, в один вуз, допустим, или на одного и на второго ребенка, детский сад, и параллельно другому ребенку кружки. То есть это простор для выбора гражданина. Матрешка такая, да? То есть собирается, собирается очень много разных направлений. И внутри направлений тоже могут быть разные эти направления. Да, могут быть разные. Пока сумма материнского капитала не израсходована, можно дальше продолжать направлять на образование. А вот в какие сроки будут средства перечислены? Ну, если мы говорим вот об образовательных услугах, скажем. У нас общие сроки, то есть когда поступает заявление, мы рассматриваем его в течение 10 рабочих дней. Если не поступили ответы на межведомственные запросы, срок может быть продлен на 20 рабочих дней. И после вынесения решений у нас еще есть 5 рабочих дней для оформления доставочных документов и уже направления непосредственно на счет в банке либо организации. То есть максимально 35 дней получается? Да, самое максимальное. Мы обычно укладываемся в 2 недели. Если речь идет о денежном эквиваленте, то же самое? То есть о любом направлении? Да, о любом направлении. Денежное тут уже... 10 дней плюс 20 дней и 5 дней, как бы такое на всякий случай. Ну, 35 дней максимально. Это максимально. Мы обычно укладываемся в 15 дней. А возможно ли аннулировать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на образовательные услуги? Да, у нас это общее правило. То есть любое заявление, когда подает на распоряжение материнского капитала, гражданин, если передумал, может его аннулировать. Единственное здесь, что нужно обратить внимание, что эта опция доступна до тех пор, пока не произведено перечисление. Дальше уже, к сожалению, передумать нельзя. Заявление также можно в любой форме подать. Можно через портал госуслуг, через клиентскую службу и многофункциональный центр. Для образования есть еще отдельное... То есть думать можно... Вот первые 10 дней ты подал заявление, да? Но деньги пока еще не перечислены. То есть 10-15 дней ты можешь еще думать, если вдруг что-то... Ну, можно ориентироваться на уведомления, которые приходят лично как пинет на портале государственных услуг. То есть там весь процесс, он отслеживается. Вот для образовательных услуг есть еще дополнительная возможность, когда уже начато перечисление, но по договору предусмотрен периодичный платеж. То есть в одном месяце одна сумма, в следующем другая. И если понадобится, там, расторгнуть, например, договор об оплате, то можно подать заявление об отказе об оплате этого договора, и, соответственно, уже мы прекратим дальнейшие платежи, которые предусмотрены. Ну, в общем, все правила такие гибкие. Да. По возможности, по максимуму учтены были все жизненные обстоятельства, которые возникают. Поэтому закон развивался в течение всех этих лет. И думаю, мы уже действительно сделали простым и удобным получение материнского капитала. Ну, судя по всему, да. И все-таки, с какими трудностями могут столкнуться получатели материнского капитала? И как решаются, разрешаются эти проблемные вопросы? Да, как я уже сказала, что действительно мы прошли большой путь, были внесены изменения в законодательство. И мы надеемся действительно, что эта процедура простая, комфортная для гражданина. Но хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты, которые могут повлиять на рассмотрение заявления. То есть, когда заполняют заявление, мы говорим сейчас о портале государственных слуг, потому что клиентской службе мы, конечно, поможем правильно заполнить. Но если вы самостоятельно его подаете, сидя дома, то нужно обратить внимание на некоторые моменты. То есть, когда вы выбираете направление распоряжения средств материнского капитала, например, на улучшение жилищных условий. Там есть у нас два варианта похожих. Это первоначальный взнос на жилищный кредит и погашение, собственно, жилищного кредита. И здесь главное не ошибиться и не перепутать эти два направления, потому что от этого зависит, соответственно, набор сведений, которые мы запросим, и счет, куда уйдут деньги к продавцу или в банк. Также нужно обращать внимание на указание правильной суммы и периодичности платежей. Это для образовательных услуг важно, что тоже, то есть, это должно указано быть в соответствии с договором. Ну и кадрастровый номер, если мы, опять же, вернемся к улучшению жилищных условий, если вы его неправильно указали, соответственно, запрос неправильно уйдет, и мы получим не те сведения. То есть на моменте подачи заявлений надо быть максимально внимательным? Внимательным, да. Ну, для того, чтобы не допускать каких-то таких моментов, то на портале государственных услуг у нас есть подсказки при заполнении заявлений, и на сайте, на нашей страничке отделения, на официальном сайте социального фонда размещена памятка по заполнению заявлений. Поэтому, пожалуйста, изучайте, пользуйтесь. Я думаю, трудностей не возникнет. И если человек решил лично прийти, то куда надо? В центральный офис или все-таки по районам? У нас клиентские службы, да, представлены во всех районах. В городе их несколько. Поэтому можно обратиться в любую, удобно, не привязанно абсолютно к месту жительства. То есть обращаются там, где удобно, можно по пути на работу, пожалуйста, зайти и... И, как вы говорите, есть телефон горячей линии, да? Куда тоже можно всегда... Да, да. ...позвонить и задать какие-то волнующие вопросы. Время программы подошло к концу. Ольга Евгеньевна, я благодарю вас за беседу. Напомню, гостем в студии была начальник управления установления социальных выплат отделения фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области Ольга Кочет. Надеюсь, наша информация пойдет каждой семье в помощь. На этом у меня все. Благополучия вашему дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова